Вот этот банк, который вы создали, что с ним делать, как его хранить? Часто мамы спрашивают, можно ли хранить его в морозильной камере, в пластиковой, или это только могут быть бутылочки и стеклянные. Это может быть и стеклянные, и пластиковые бутылочки, и современные бутылочки, которые производят хорошие, качественные производители, если так можно сказать, бутылочки, например, из полипропилена, можно хранить в морозильнике. Контейнеры для хранения молока, которые я показывала, тоже можно хранить в морозильнике. Пакеты для хранения молока, специальные пластиковые пакеты, в которые можно сразу, либо сразу сцедить, либо перелить молоко. Очень удобно, мало занимает места, тоже хранить в холодильнике, хранить в морозильнике. Емкость должна быть стерильной. Если это одноразовые пакеты, то это понятно, они стерильные. Если это, скажем, контейнер либо бутылочки, обязательно нужно простерилизовать, желательно с использованием стерилизатора, который дает 100% стерилизацию. Итак, частые вопросы, которые задают мамы, это сколько можно хранить молоко. В того момента, как вы сцедили, при обычной температуре комнатной, это 4 часа. Если это 15 градусов, то это могут быть сутки. В холодильнике до недели. Вообще молоко женщины, человеческое грудное молоко, оно не портится так быстро, как другое, за счет тех противоинфекционных факторов, которые в нем содержатся. 5-7 дней в холодильнике. При мягкой заморозке, например, это при однокамерном холодильнике, который вместе с предыдущей версией, более старой версией холодильников, при мягкой заморозке до 4 месяцев. Если это глубокая заморозка до 19 градусов, это многокамерные современные холодильники, то обычно говорят о том, что полгода, но вот есть информация, что даже до года. До года, честно, не пробовала, но до полугода действительно во многих руководствах и рекомендациях действительно говорят, что этот период молоком можно хранить. Итак, как размораживать? Вот вы достали молоко, достали контейнер из заморозильника, посмотрели сколько, как давно вы его заморозили, посмотрели дату. Не рекомендуется размораживать в микроволновой печи. Во-первых, разморозка идет там неравномерная, во-вторых, ухудшаются свойства молока. Не рекомендуется кипятить молоко, потому что при этом портится и разлагается, как сказать. Молоко теряет свои полезные свойства. Как нужно размораживать? То есть нужно достать молоко из заморозильника, оптимально заранее положить в холодильник, чтобы оно естественным путем там разморозилось. Либо, если надо более быстро, поставить контейнер под струю теплой воды, то есть либо в теплую, в какую-то емкость теплой водой. Оптимальный вариант – это использовать специализированный подогреватель для бутылочек. Подогреватель для бутылочек с функцией разморозки, который есть у многих компаний, в том числе у компании «Авент». То есть можно поставить туда контейнер, его разморозить и подогреть до нужной температуры. И он будет поддерживать нужную температуру достаточно долгий период времени. Ну, либо молоко можно подогреть на водяной бане. Размороженное молоко нельзя хранить. Максимум, если вы разморозили это в течение суток, его можно еще сохранить в холодильнике. Но оптимально, чем быстрее вы его дадите малышу, тем лучше. Замораживать повторно не рекомендую. Если вы, например, идете куда-то на прогулку, либо куда-то в дорогу, собираетесь есть термос-подогреватель, например, у той же компании «Авент», куда можно поставить молоко подогретое до нужной температуры. До 6 часов термос-подогреватель и термос-сумки держат тепло. Это удобно, если нужно куда-то выйти, либо куда-то выехать с малышом. Продолжение следует...